Синя Акопиан и Рома Федоров обнаружили эту замечательную вещь. Во всех популярных книжках ровно одно и то же есть неправильное рассуждение про построение линейкой. Я специально уже потом сам не поверил, посмотрел о всех книжке, и там действительно так это написано. Построение циркулемой линейки. Давайте я спрошу. Вот, например, у нас имеется отрезок. Мы хотим этот отрезок циркулемой линейкой разделить пополам. Надо взять вот эту длину. Да? Да. Можно построить окружность. Построить вот такую аромат. Да, хорошо. С центром в этой точке. С центром в этой точке, но я вот так и нарисовал. Вот у нас, да, вот этот отрезок. И построить вот такую. Вторую. Это я правильно построил, надо же построить еще. Да. И затем провести, если при вы нарисовываете. Две точки пересечения есть камни. И затем провести эту линию. Провести эту линию и посмотреть, где эта линия пересечет. И это у нас будет равно этому. Это будет равно этому. Ну, это можно доказать разные способы. Это вообще на самом деле односторонний треугольник, потому что мы все выражали. Это будет ромба. Это там диагонали ромба, они пересекаются и делятся по полу. Вот, спасибо. Вот мы разделили отрезок пополам. А как надо разделить угол пополам? Отружность с центром в вершине угла. Ну, давайте сейчас проверим. Вы мне заказываете окружность с центром в вершине угла и каким-то радиусом. Все равно каким-то. Да. Хорошо. Хорошо. Ваше указание выполнено. Отружность с центром в вершине угла. Мы рассмотрим точки пересечения угла с отружностью угла. Рассмотрим точки пересечения сторон угла с этой окружностью. Да. И выполним построение середины отрезка, которое было проведено до этого третьей двух точек. А. То есть вы построили уже такой треугольник, и вы хотите найти в нем середину и провести медианы. Поскольку треугольник равномерный, то медиана в нем является бисектрисой. Да. Вот. Но это, что в этом решении хорошо, а то, что оно использует уже старое. Вот когда не было программирования, это был такой самый наглядный способ. Вот наглядный известный пример под программой. Что вот у нас уже есть вот программа, функция, процедура построения отрезка, и мы не повторяем ее здесь еще раз. А просто, поскольку это можно сделать, мы берем эту точку. Ну давайте, чтобы вам было удобнее мне так указывать, я поставлю с центром C, а радиус Cb. Ну получится вот какая-то такая. Давай взять это самое только с центром B и пересечить. Еще не взять, но вот эту точку пересечить. То есть, в принципе, от этого построения надо было, то, что вы предлагали, надо было взять еще вот эту точку. Но у нас, на самом деле, A уже есть, поэтому можно просто соединиться. Ну, на самом деле, это похожее, чем можно брать любого радиуса. Можно было взять такого же радиуса, как она была. Получился бы ровно. Хорошо. Хорошо. То есть, тоже вполне такое построение, хорошо знакомое. То есть, у нас имеется прямая. Мы хотим к этой прямой провести параллельную через эту точку. Что-нибудь... Ну или нет, давайте это... Не сразу. Давайте мы сначала опустим перпендикуляр. На прямой... Это проще. Поставим на прямую две точки, A и B. Поставим на прямой... Ну, в произвольной две точки, а и В Совершенно произвольной две точки, а и В, пожалуйста. Присуем две точности. Первая с центром в точке A радиусом А и В. Вторая с центром в точке A радиусом В. А и В не совпадают. Что? А и В не совпадают. Ну да, нет, нет, просто это округло, что случайно прошло через В, но это не важно. И вторая. Центр радиуса В и Х. Ну вот как-то так вот. Получилось это летоид? Ну то есть есть вторая точка Y. Надо взять вторую точку пересечения Y. Ну и тогда четырехуголик X, A, Y, B это... Ну можно сказать, что это равно этому, это равно этому. Значит эти треугольники равны. Ну поэтому в этом равнобеданном треугольнике, там высота, видианы, в общем там все будет хорошо. А как, ну вот это все хорошо, но здесь мы не использовали предыдущего умения. Как используя предыдущий, вот скажем, построитель этого самого, вот это построение. Здесь мы строили серединный перпендикуляр. Как можно использовать его для построения, опускания перпендикуляра из точки X? Вот давайте еще, еще. Взять окружность. Взять окружность с центром. С центром X. И какого-то радиуса, чтобы она задевала вот так. И что тогда? И у нас получится равнобеданное треугольник? Получится две точки, и X равно удалено от этих двух точек. И значит X... X это середина... Лечит на середину перпендикуляра, потому что он равно удален от этих двух точек. А середину перпендикуляра мы уже умеем строить вот здесь. Хорошо, давайте еще что-нибудь сделаем. Вот такая забавная терминология. Это называлось опустить перпендикуляр. При этом не важно было, вот если мы отсюда его проводили, то это тоже называлось опустить. А вот если нужно точек уже лежит напрямую, то было другое. Слово восставить. Вот как надо восставить перпендикуляр из одной точки? Как свести к тому, что уже было, и тоже сказать вам одно слово? Привести окружность произвольного радиуса. Привести окружность произвольного радиуса вот здесь. И это получится две точки, для которых это будет середина. А середину перпендикуляр мы уже строить умеем. Хорошо. Теперь, как провести вот то, что я хотел спросить, но решил, что лучше не сразу спросить. Как провести через данную точку прямую параллельную данной? Мы хотим провести параллельную прямую. Что нужно сделать? Можно взять данной прямой любую точку, чтобы любую точку отметить? Нельзя это свести к тому, что уже было. Вот мы умеем опускать перпендикуляр и умеем его восставлять. Как можно эти две вещи? Можно опустить. Сначала опустим, потому что восставлять его не откуда еще. А потом восставим, но уже вот к этой прямой, которую мы опустили. Вот получится здесь прямой угол, здесь прямой угол. Это будут две параллельные вещи. Хорошо. Ну, давайте я что-нибудь более сложное вас спрошу. Ну вот, мы уже находили середину отрезка. А можете ли вы с помощью циркуля и линейки разделить отрезок, ну скажем, в отношении один к двум? Ну или разделить его на три части? Это уже ясно, что дело потом может пола разделить. Вот даны точки А и В, а нужно найти такую точку, которая делит его в отношении один к двум. И это вы знаете. А скажите какую-то подсказку, так, чтобы не все сразу догадались, но что бы это навести на мысль? Подсказка, я знаю решение этой задачи с помощью теоремы Фаллеса. С помощью теоремы Фаллеса. А теорема, кстати, я с удивлением узнал, что она только в России называет теоремой Фаллеса. И неизвестно, кто это придумал. То есть вроде бы у Фаллеса никаких точных указаний на это, то есть не ясно, где у него это написано, почему так сказать это называют. Но тем не менее. В чем состоит теорема Фаллеса? Теорема Фаллеса состоит в том, что если мы приведем какие-то линии вот здесь, параллельные, то вот эти отношения будут одинаковыми. То есть если они равны, то они будут равными. Этого называется теорема Фаллеса. Что нужно сделать, чтобы применить теорему Фаллеса? Вот мы хотим найти в отношении один к двуму. Значит, наверное, надо где-то еще создать отношение. Да. Вы заказываете другую прямую, проходящую через точку А. Указания выбрали. Аккумный центр к точке А. Аккумный центр к точке А. Прекрасно. Вот. Любой так любой. Потом мы проводим окружность центром на стендерке, который находится на... Сейчас. Значит, дайте хоть чёткое указание обозначить что-то как буквой. Точку пересечения этой окружности прямой... Ну, одну из этих точек обозначим буквой. Ну, давайте обозначим буквой Х. Теперь проводим окружность центром в точке Х и радиусом АХ. Мы провели. Повторяем операцию. Повторяем операцию, но вот ещё проведём одну такую... И зачем нам все это найти? Теперь соединяем последнюю точку пересечения... Мы хотели, чтобы подготовиться к применению теоремы Фалинса и где-то организовать на другой прямой отношение один к другу. Значит, где на этой картинке отношение один к другу? Вот у нас есть три точки на разных расстояниях. Значит, мы возьмём вот это будет один, а вот это будет два. И что мы сделаем теперь? Вот эту последнюю точку соединяем с Б. Так точно. Дальше пользуемся уже известным нам способом. Проходим прямую через вот эту точку, параллельно и вот эту. Ну, конечно, надо правильно делать. Аккуратно. И как раз будет всё в теореме полезно. Ну, правда, здесь будет одна прямая будет у нас проходить вот так. То есть вот это отношение один к другу. И здесь один к другу. Значит, мы разъявили отрезок в отношении один к другу. Теперь ещё такой вопрос. Есть два вида циркулей. Здрасте, компас. Один вариант такой. Если есть точка А и В, то можно привести окружность радиусом. Поставить сюда, иначе мы привести эту окружность. Это одна операция. А бывает более такой мощный циркуль, где разрешается ещё делать другое. Можно взять какую-то точку А, и отдельно в совершенно другом месте есть отрезок В циркуль. И можно приложить циркуль сюда, потом как бы его закрепить, а потом вот этим радиусом провести вокруг точки А. То есть вот эта циркуль позволяет расстояние переносить из одного места другого. А вот эту циркуль не позволяет. Понятно ли, в чём разница в правилах игры? Теперь вопрос. А существенно это или нет? Можем ли мы, если у нас циркуль только вот такого ограниченного способа действия, когда В специально должен быть в том же месте, где отрезок начинается. А мы хотим вот сделать как здесь. Можем ли мы как-то с этим ограниченным циркулем обойтись? Ещё раз. У нас имеется циркуль, которая позволяет, имея точки А и В, провести окружность с центром А и В. Это мы умеем. Мы можем много раз делать сколько раз хотим и где хотим. А задача теперь у нас такая. У нас имеется точка А и отдельно две точки В и С. Мы хотим сделать так. Мы хотим взять циркуль, вот его туда поместить. Затем завинтить его, или лапку, или что-то сделать. И отнести сюда и провести вот такую окружность. То есть построить окружность с центром в точке А и радиус, который равен отрезку В и С, где В и С отрезок в другом месте. То есть вот этот отрезок нам даром не там, где надо. Вокруг точки А такого отрезка нет, а он есть где-то здесь. У нас отрезок вот этот здесь. А нам бы как-то его нужно такой же отрезок перестроить около А. Есть идеи? Да. Если попробовать сначала очистить окружность с центром в точке В, соответственно, равенную сторону ВС, мы это сделать можем. Наши цирки. Да. У нас поставить ВС можно сделать. Сейчас давайте я так прямо... К сожалению, я не предусмотрел, и она туда уходит. А потом взять какую-то произвольную удобную точку на самой окружности, и сделать радиус от этой точки до точки В. И, соответственно, он получит тот же радиус и так же... Сейчас, сейчас, сейчас. Можно взять точку на одну? Да. Какую точку? Все равно какую? Ну, в принципе, мы как бы должны в итоге дойти до точки А, но в принципе, мы можем сначала взять любую. Ну, возьмем, откуда любую? Да. И затем... Затем мы можем построить вот окружность такого же радиуса. И, соответственно... Это будет наш радиус, оттуда обозначим его R. Вот такой отрезок у нас есть. Да. Ничего. Мы, соответственно, можем так перемещаться или перемещаться с точки А. А, потом нарисовать еще какую-нибудь окружность? Вот здесь. И получить еще какую-то точку, это тоже будет А. Но, нет. Конечно, если вдруг так все удачи сложатся, что мы попадем в точку А, то это будет замечательно. Но есть ли у нас какой-то способ это гарантирует? Нет. То есть мы можем... Вот в чем состоит план? Что, имея такой отрезок, мы можем попросить какой-то другой отрезок нарисовать с одним... Ну, какой-то зигзаг. Вот с одним общим концом. Такой же. Проведя группу. Потом свободно нарисовать еще какой-то окружность. Потом еще какой-то окружность. То есть... И да, действительно, мы можем поблизости приблизиться к точке А. Но, спрашивается, что нам это даст? Нам-то все-таки нужно ровно в точке А провести. На самом деле... Нет, я имею в виду не такое решение. Но, на самом деле, я верю, что в этом есть... В этом... Так тоже можно. Ну, сделали шаг в правильном уровне, но еще не все. Что есть какая-нибудь идея, что делать дальше? Мы таким образом, по крайней мере, можем стать достаточно близко к точке А. Но, что делать дальше? Есть у кого-нибудь какие-нибудь планы? Да? А вот у меня несколько иное решение. Что если мы проведем прямую через точку А параллельную ЦБ? И опустим проекцию ЦБ на прямую А? Сейчас. Значит, А. Мы давайте на самом деле. Ну, значит, почему нужно быть аккуратным? Потому что в тех построениях, которые мы раньше делали, мы смело пользовались таким циррумом. Поэтому нужно проверить, что это внутри вашей конструкции не будет вот такого применения. Ну, давайте за счет у нас имеется... Я не буду стирать, потому что это, может быть, все же привезло до конца. Давайте одновешу. Вот у нас имеется А. Вот у нас было С. Вот у нас было В. Вот была такая прямая. Теперь. Мы хотим построить... Давайте расскажите план. Мы хотим построить прямую параллельную... через точку А параллельную ЦБ. Ну, сейчас разберемся потом. Нужен нам этот сильный циркуль или нет? А дальше как? А дальше мы будем опускать перпендикуляры из ЦБ на прямую А. Перпендикуляры из ЦБ на прямую А. Ну, опустим, но потом получатся какие-то перпендикуляры. Что нам это даст? Слушай, у нас получается проекция. Нет, отрезок будет, конечно, равен. Но нам надо источник А провести. Нам хотелось бы А отложить. Ну, как можно завершить это рассуждение? Если мы уже поняли, то нам нужно уметь проводить прямую параллельную. Какую сейчас параллельную прямую нужно провести? Чтобы А тоже отрезок ЦБ. Надо взять АЦ. Надо взять АЦ и провести через Б прямую параллельную результат. То есть если мы умеем вот этим слабым циркулем проводить параллельную прямую, то задача решена. Правильно? Я на самом деле никогда не видел такого рассуждения. Поэтому надо быть бдительным. Правильно это? Значит, представим себе временно. Этого мы еще не объясняли. Что мы умеем этим ограниченным циркулем умеем проводить прямую через данную точку. Проводить прямую параллельную данную. Это мы пока принимаем как лену без доказательства. Тогда мы делаем так. Мы проводим прямую, берем точку А, проводим АЦ. Затем проводим теперь через С, а через А проводим прямую параллельную ЦБ. Провели вот эту параллельную прямую. А теперь проводим эту параллельную прямую. Получается то, что они называют параллелограмм. А в параллелограмме противоположные стороны работают. Значит, теперь единственное, что вам нужно объяснить, это лену. Можно опустить перпендикуляр, пользуясь только таким слабым цирком. Что мы делаем? Вот у нас есть точка. Как мы опускаем перпендикуляр? Мы проводили окружность. Это вполне допустимое дело, потому что мы ничего никуда не переносим здесь. А дальше мы отсюда проводили еще две окружности, вот так и так. И соединяли эти точки. Вроде все чисто. То есть мы нигде не использовали вот эту возможность, которую мы хотели. Понятно? Да, да. А как мы продолжаем шить этот перпендикуляр, чтобы расставить параллельную прямую? А, значит, мы можем опустить перпендикуляр. Да, нам еще надо было... Мы не только опускали перпендикуляр, но мы должны были еще поставлять его к этой прямой из этой точки. Но это тоже... Я прошу прощения, что не сказал. Как мы это делали? Мы откладывали одинаковые отрезки. Это можно сделать таким слабым циркулем. После этого проводили здесь окружности и получали вот этот перпендикуляр. То есть тоже нигде мы не использовали вот этого сложного настроения. Хорошо? Но теперь давайте для порядка поймем, как бы можно было закончить это рассуждение. Допустим, мы этот отрезок перенесли сюда. Не может ли это нам как-то помочь? Есть более экономный способ? Нет, способ экономный, но как можно закончить это? Да. Предположим, что у нас есть с почков точек, такие, что каждый раз мы сдвигаемся... Да, вот этот зигзаг на это. И последняя точка, ну, расстояние от последней точки до а, оно меньше, чем радиус. Да, мы можем добиться, чтобы оно было меньше. Нам бы хотелось, чтобы оно было точным. Проводим перпендикуляр и прямой образованный этими двумя точками. Проводим вот к этим двумя точкам, находим серединный перпендикуляр. И что мы дальше делаем? А потом откладываем от той точки, которая у нас есть... Откладываем сюда, этот у нас уже есть. То есть мы можем вот так положить. Ну, а дальше вот это расстояние будет такое же, потому что это серединный перпендикуляр. То есть вот видите, чуть-чуть оставалось, и ваш план тоже правил. Недостаток, ну или не недостаток, ну, свойство этого плана состоит в том, что нам нужно будет сделать много шагов. Может быть, если...